Привет, ребята! Мы находимся у меня в мастерской. Я сделал мастерскую, выкладывал ролик, и вы можете посмотреть в предыдущих роликах про мою мечту о мастерской. А сейчас этот ролик, потому что мастерская есть, время уже затянуто, потому что уже начало лета. У меня две машины, Газель и Шевроле, стоит. Они неисправны в какой-то роли, то есть они на ходу ездят, но требуют ремонта. И сейчас начнем с Шевроле, а потом в следующих роликах займемся Газелью. Шевроле это не сильно нужный автомобиль, и поэтому срочности в ремонте его нет. Но я хочу понять в чем дело, и хочу вас спросить, потому что мой канал смотрят в основном автолюбители, кто профессионал и так далее, водители и все остальное. Это те люди, которые вплотную связаны с транспортом, и я думаю, что разбираются в этом. Я тоже вроде кое-что понимаю. Я сейчас сделаю осмотр или обзор на Шевроле Круз, сделаем тест, прокатаемся и так далее. В чем проблема? Проблема в том, что машина греется, но греется не всегда. То есть бывает, можешь проехать 50-100 километров, все нормально. Бывает, выезжаешь километр-два, она закипает. Причина непонятная, сейчас покажем. Плюс еще машина иногда заводится, иногда не заводится. Это непредсказуемо, когда, то есть, может быть, заводится какой-то период нормально, может, просто вот крутишь этим ключом, а она не реагирует. То есть, вот так вот. Сейчас это все покажу, посмотрим. И еще есть там что-то, там, обороты слабенькие, так сказать. Все это сейчас покажу и попрошу вас написать свои комментарии, свое мнение, может, свои какие-то подсказки мне. И пообщаемся на тему того, что можно сделать, куда посмотреть, что разобрать, что поменять и все такое. Ну, короче, как по машине. Это сейчас мы сделаем с Chevrolet. И в будущем я хочу заняться ремонтом газели, своей бордовой газели. Вы уже не раз ее видели в роликах. То есть, заняться ремонтом и, может быть, тюнингом каким-то. У меня такие есть мечты. Пока ничего не буду обещать. Но, как бы, есть такое желание. Поехали смотреть машину. Так, вот он сам Chevrolet Cruze. Не Cruze, а Cruze. Chevrolet Cruze. Так, вообще, машинка, конечно, симпатичная. Она мне нравится до сих пор. Хотя старого образца, можно сказать. Но это Cruze рестайлинг. Видите, косые вот эти противотуманки. То, что у меня тоже был такой Cruze, только был еще 2012 года. Ну, старого образца. Это уже обновленный. Но сейчас есть еще более обновленный. Машина с 2013 года. Но визуально симпатичная, по-моему. Симпатичная. И уже 8 лет ей. Но до сих пор она визуально хорошо выглядит. Хотя есть, по-какие дефекты. Вот уже чуть-чуть и ржавчина начинается. И таких супер каких-то дефектов и нету. Нету тут вот скольчик, скол и так далее. И тут такой самый большой дефект. Это вот это. Но это я, когда у меня сливали отсюда с бака бензин. Это тогда, когда это не было своей территории. Я парковался вплотную и ночью как-то не рассчитал. И уставший. И вот так вот я сделал. Вот. Так машина визуально неплохая. Сейчас поставил туда аккумулятор. Так то, что аккумулятор стоял такой не очень. Вот. Что сказать по салону? По салону чуть грязновато. Конечно, я ее не использую. Но салон в этой машине уже лучше, чем был. У меня был такой тоненький дисплей. На компьютер. А тут уже дисплей как телевизор и все остальное. Вот. Сейчас уберем отсюда масочку, чтобы она не маячила нам. Не мешала. Вот. Вот такой салончик. Как бы тоже в принципе неплохой. Для такого бюджетного автомобиля. Я даже скажу, что мне салон даже нравится больше, чем в каких-то Passat. Не новых Volkswagen Passat, но вот этих предыдущих. И как бы тоже неплохой салон. По-моему. Так, пробуем заводить. Так. Бензосос сработал. Вот. Завелась. Машина завелась как бы с первого раза. С первых. Хотя не заводилась до этого. Скажу вам. Целую зиму. Она стояла как бы зимой и так далее. Она не заводилась. Вот. Горит чек. Но это все время горело. Она, эта машина на самом деле у меня уже примерно типа в моих руках где-то около двух лет. Заниматься ней и так далее. Она стояла. У меня не было времени. У меня еще был Opel Insignia. Увидели вы не видели. Но как-то сделаю видео. Как бы память. Память сделаю. У меня есть отрывки видеороликов с ним. И сделаю вот это видео. О память. О моей Insignia. Ну, на самом деле аппарат, тот, который у меня был, он один из лучших аппаратов, который у меня вообще был. Потому что я так не сильно любитель. Так, что-то один сосок льет, а второй там еле брызгает или подзабит или что. Ну, вот так. Короче, сейчас видите. Как бы так чуть-чуть двигатель играет. Но я сейчас расскажу все прелести, которые с ней обычно происходят. И посмотрим, как там, что, все остальное. Вот этот сам бортовой компьютер. Это радио и так далее. Ну, мы выключим его. Как бы так, да. Визуально, я говорю еще раз. Торпеда очень, в принципе, неплохая. Сейчас будем кататься, тестировать. Битое окно. Вот один скол, второй, третий. Этот скол сделал, типа, как корону. Корону такую, видите. Ладно, сейчас протестируем. Кто по работе движка? Смотрите, как он неустойчиво работает. Как заклёбывается. А то пробивает. Что это может быть? Напишите. Это дымит. То, что вот уже как плесень пошла. Это вот красное, это антиприз шел. Сейчас посмотрю, кто что уровень, может быть, упал. Да, да, точно упал. Сейчас дольем антиприза. Антиприза. Как-то вот, говорю, непонятно, что работает. Так-то как, как будто греется. Но мы сейчас посмотрим еще на другое. Так, чуть-чуть загнали автомобиль. Вот. Так, смотрим, что у нас тут. Температура пока, я скажу, держится. Потому что вот так она набралась. И держится. Обороты, вот, слышно, по двигателю прыгают. Вот, интересно, мне странно, вот так вот, что, когда добавляешь газку, вот, 3000 оборотов она больше не идет. То есть, 3000 это предел. Больше она не хочет. Не хочет. Но при движении, при движении, сейчас я покажу тоже, она набирает больше 3000. Вот, тоже непонятно, почему так. Тоже напишите в комментарии. Вот. По поводу, говорю, температуры. Вот, бывает, держится вот так вот наполовину, как вот сейчас. А бывает, ну, греется, кипит. И кипит буквально быстро, потому что стрелка вот так быстро, и пошла. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребят, сделали бы кое-какой тест-драйв на грунтовке На грунтовке машина, ну не скажу, что едет, как будто ее кто-то чуть-чуть придерживает за жопу Ну и видно было по работе двигателя Температура держалась на средине, даже чуть меньше, как я вам показывал на это Но даже при учете то, что там расширительный бачок почти пустой, тоже вы видели и так далее Сейчас антифриза нет, ну нечего долить просто туда Я хочу протестировать ее И пока я ее ремонтировать не буду Мы просто пообщаемся на эту тему Попишите, кто что думает Сейчас я ее заглушил То, что там как бы со временем на двигателе наросло вот это, какая-то как плесень и так далее Ну когда стоит машина, там пыль, там влага, все вот это Оно же как бы от нагрева начал дымиться И открыл капот, и оно сейчас проветривается Сейчас оно... Чтобы попробовать второй раз завести Потому что она заводится Бывает какой-то период нормально заводится А какой-то период, как приедешь в магазин Заглушил, пока сходил в магазин Приходишь, чик, она не заводится И бывает и 10, и 20 минут ключом чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик А потом что-то не с того сего Вжух, завелась и все То есть что это может быть, во-первых, не знаю Как мое предположение, может быть контактная группа Но тоже как-то под большим вопросом И сейчас еще съездим на асфальт, можно сказать так Съездим на асфальт Там дам чуть-чуть ей про это Пусть она проработается и так далее И посмотрим там, будет она кипеть и все остальное И в конце подведем итог Я говорю, я еще раз скажу Она мне, во-первых, досталась как бы Ну можно сказать, бесплатно за долги Так условно, бесплатно за долги То есть машина, как бы я ее не покупал И из-за того, что я не могу продать Я продал своего Opel То есть продал Opel, а пока вот это есть Но я говорю, вы видите, что я работаю каждый день на Газели И как-то использовать ее Просто как-то прокатиться Пока, ну, надобности не было Но думаю, надо чуть-чуть ее провести в порядок и поездить Но в первую очередь я хочу сделать бордовую Газель Из бордовой Газели тоже проведем какой-то тест Не будем ездить, потому что там ездить бесполезно Там проблема вся в двигателе Мы будем ремонтировать двигатель Вы еще за это посмотрите Как бы, может, что-то себе возьмете на заметку Может, что-то мне подскажете И как-то вместе попробуем разобраться и с одной, и со второй машиной Если это вам, естественно, интересно Подпишитесь, поставьте лайк видео Чтобы побольше людей видело Может, какой-то дадут и совет И, говорю, как И поможете Или, может, сами чего-то научитесь Вместе с вами и я, естественно Все, поехали на асфальт Так, ребята Испарение вот это непонятное прошло Но еще, чтобы оно полностью прошло Потому что, видите, вот Вот вся сырость Вот оно Все, оно пылится Надо и помыть этот двигатель Еще расширительный бачок Почти пустой Пустой даже, можно сказать так Вот Я говорю, надо провести в порядок Сейчас налить, чтобы было Как бы неохота Ладно, все, такие вот дела Говорю, вот это красное Все, даже тут бинда Оно выпирало с под крышки Выдавливало это Что может быть? Может быть прокладка Может быть Не знаю, как бы Может, у меня подозрение, что Иногда работает Иногда не работает Сама помпа Что это такое? Может быть Пишите Подсказывайте Будем вместе Думать Для начала А потом Придет время и делать Давайте Попробуем Завести Как она заведется Сейчас Это под вопросом Но Может быть Что все нормально будет Видите Завелась нормально Все хорошо Но Работа двигателя И так далее Осталась Та же Продолжение следует Субтитры добавил DimaTorzok 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 Оборотов И температура Что-то Вот Не шла Не шла А тут уже Естественно Пошла Что такое может быть? Пишите На скорости Вот что-то она и падает То падает Я говорю То ли помпа Что-то не работает То ли что И что с оборотами Я в первую очередь думаю В первую очередь Надо поменять бензиновый фильтр Что-то Может он уже Забит Перезабит А там дальше Надо смотреть Еще Еще чек горит Короче Такие вот Дела Так ребята Вот при Остановился на заправке За это Остыть Вот сейчас вроде Дымок уже Ну Пар не идет С под капота Сейчас заводим И обратно То что начало кипеть Сейчас попробуем Все на запуск Что получается С запуском Это третий запуск После какого-то Эксплуатации Но запуск Пока Пока нормально Температура Температура Сейчас Температура Пока на центре Ну По центру То есть И так далее Все И выезжаем На место Смотрим Что Как она Это Погнали Смотрим Субтитры подогнал «Симон» Ребята, вот такая вот картина, видите, как парит, но там все вместе, и температура эта, температура до красного не дошла, она бывало падала сюда, вот как сейчас, вот так вот падала, бывало до центра, бывало поднималась, непонятно, что происходит вообще, но говорю, то, что еще осадки на двигателе, на двигателе, еще может они такое испарение давать, но говорю, что температура вот так вот, не до красного не доходило. Итак, ребята, вот, все же начала кипеть машина, не надо мне говорить, что долей антифриза, типа охлаждающей жидкости, и все будет нормально, не будет оно нормально, что так с антифриза, без антифриза, там грубо говоря, там правда есть антифриз, он просто ушел, я помню, почему он ушел, потому что кипела она в последний раз, когда я доезжал, то есть оно выдавило, вот, что заливаешь нормально по уровню антифриз, и то же самое происходит, то есть ничего не меняется, вот так же, то греется, я вот первые по грунтовке ездил, как бы все было хорошо, все было нормально, когда выехал, заглушил ее, она постояла, выехал на асфальт, и практически сразу начало кипеть, раз на раз не приходится, то есть это, как бы, хотя по грунтовке я немало ездил, это может быть в кадр, я умещу довольно короткое видео, а так я прокатался туда-сюда, и с разворотами, и где госку, где на холостом она стояла, и там, и так далее, то есть это было, тоже какой-то период времени, где-то минут 20-30 точно было, то есть она, температура вообще не двигалась, все нормально, тут заглушил, она постояла, завел, проехал, тоже минут 15-20, начала температура расти, вот такой вот, как бы, когда, если растет температура, она растет быстро, второй момент, то, что она не заводится, сейчас она этого не показала, но это я говорю, я не могу вам так вот показать это, потому что она непонятно, когда заводится, когда не заводится, сейчас вот три раза подряд, как бы, я глушил, она стояла, заводил, и так далее, то есть это, все, она заводилась, но такое есть, как бы, поверьте мне на слово, что, вот так, ключом, все пропадает, как бы, и она не заводится, то есть как, что-то не хватает, то ли как, ну, может, массы, я не знаю, но напишите, что, то, что думает, то, что, то ли контактная группа какие-то, это, то ли массы там не хватает, то ли, может, что-то может быть, ну, может быть, проводка, может быть, еще, ну, может быть, какая-то простая вещь, чтобы не вызывать какого-то электрика, чтобы он пересматривал всю машину, а мы как-то вместе, совместным советом, как бы, определимся, что оно на самом деле есть, плюс говорю, что с оборотами прыгают, на холостых вообще до трех тысяч, когда она на скорости, то может быть, до четырех, до пяти, то есть, вот так, ну, я больше не ехал, как бы, скоростью, там, чем больше скорость, тем больше обороты, но до четырех, до пяти точно, вот, она дает, а на холостых до трех, она больше не дает, до трех тысяч, и все, она как давится, что там такое, то ли, отсекатель, но какой может быть отсекатель, и обороты на холостом ходу тоже прыгает, вот такие три основные болезни у нее, конечно, есть еще куча мелочевочек, но это потом, хотя бы вот это, чтобы можно было нормально ездить то есть и на скорость и на температуру и на запуск на можно было остановиться где-то возле магазина кафе не знаю где захотелось остановиться остановился и сел спокойно и и завел и поехал дальше они стоишь полчаса она не заводится то есть тоже не днем ну неприятная вещь как понимаете что так вот вышел с магазина и сидишь как дурак надо ехать и все остальное то есть были такие случаи бы поехал на авторынок купил принял пришел поставил багажник сел и чик 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 я не знаю сколько я минут 30 точно можете больше стоял пока она решила себе зависеть запуститься то есть запустить двигатель вот так вот такие такие моменты есть но игру и температура как ехать чтобы не угробить двигатель и чтобы она все работал почему если понятно что она кипит значит причина там можно в помпе там или что а это или кипит или не кипит то есть тоже не поймешь любое вот так выйдешь что 100 километров проедешь 50 километров и ничего бывает только тронулся там один километр два проехал и все машина кипит вот такие вот дела на это все ребят жду ваших комментариев ну и лайков и подписок буду благодарен пообщаемся до скорых встреч всем пока